Книжная полка Можно ли по прошлому предсказать будущее? Нельзя, говорит Насим Николас Талеб в каждой своей книге. А можно ли преуспеть в этом мире полным случайностей и неопределенностей? Можно, говорит автор, тоже в каждой своей книге и подтверждает свою теорию практикой. Его многомиллионные прибыли в период кризиса 2008 года стали лучшей рекламой и его теориям, и его книгам. Книга «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса?» По сути о том, что все те непредсказуемые и невероятные события, которые нас поджидают впереди, потенциально являются положительными. Все, что нужно для этого – обрести антихрупкость. Книга написана темпераментно. Советы жирного Тони из Бруклина перемежаются с высказываниями древних поэтов и мыслителей, а названия глав представляют из себя отдельное занимательное чтение. Читаем. Как поэзия может нас убить? Как сбежать из кинотеатра? Как стать господином? Законный способ убивать. И, наконец, плюс-минус плохие зубы. В общем, нужная книга. Следующая книга на фоне буйства предыдущей может показаться скучной. Искусство результативного управления написали американский практик-менеджер и теоретик бизнеса. Она о том, как воплощать в жизнь планы и обещания. Реализм – это суть оперативного управления, пишут авторы. Но обычно находится немало людей, которые стараются уйти от реальности или скрыть ее от других. Почему? Правда, очень неудобно. Эту книгу мне посоветовал прочитать один успешный пермский бизнесмен. Она из числа его настольных книг. А я, в свою очередь, советую ее вам. Это полезная книга и многому может научить. Следующая книга, о которой мы сегодня поговорим – Алексей Герасимов «Финансовый ежедневник. Как привести деньги в порядок». Она научила меня тому, что книги лучше покупать в книжных магазинах, где их можно листать. В интернете анонс выглядел очень привлекательно. Это книга для всех, кто хочет контролировать свои доходы, расходы, сбережения и эффективнее использовать свои деньги. Стоимость – 543 рубля. Заказала. Открываю. А там – действительный ежедневник. Расчерченные пустые листы бумаги. Что делать? Записала в графу убытки 543 рубля. Кто бы мог подумать, что название «Финансовый ежедневник» буквальное. Мы же не ожидаем, открывая книгу под названием «Белье на веревке», увидеть там белье, к тому же на веревке. Кстати, именно эту книгу мы будем читать на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин